доброе утро всем я пролежала сегодня утро то есть с чарли мы уже не с чарли спортом заниматься не можем а с чарли то могу гулять что я сейчас и буду делать но пока у меня по планам завтрак вот завтрак хочу кое-что приготовить себе сейчас покажу в общем тут у меня лавашек вот такой вот сырный творог какой-то непонятный в общем лосось листик салата и что еще то и авокадо сейчас это все как-то надо скрутить не знаю как это получится но если долго мучиться что-нибудь получится вот так будем ням ням всем приятного аппетита в общем сидели думали передумали говорю мужу де а сначала говорит ну чё пойдем пиво пить а я буду нафиг что-то как-то не охота еще ты мне кажется слишком быстро первый только выходные разрешили чарли варяки селены пусть народа везде будет тьма ну его нафиг говорю береженого бог бережет и я говорю тогда иди барбекю сделай я вчера крылышки замариновала но либо сделаем я думала делать как кисти вот потом так ему идейку подала городовой барбекю сделаем он да ну жарко но там на улице на крыше завище короче не барбекю не пиво пить я говорю ну тогда я поеду за цветами у нас тут на выезде из города есть магазин с цветами но цветами там всякие эти продают тоже саженцы рассаду я была там один раз снимала все-таки хочу купить себе орхидеи красивых со всех сторон убираются вот и поеду сейчас чарли прогуляю здесь на пятачке а потом наверное схожу за арбузом за фруктами фруктовый магазин в который я постоянно хожу чем такие планы а вечером если подруга моя не передумала мы кое-куда пойдем так что подписывайтесь ставьте на колокольчик и оставайтесь на связи спасибо вам за комментарии пишите побольше чем вы там занимаетесь как у вас лето проходит хотя еще лето не началось у нас лето 20 июня начнется здесь все с 20 числа 20 21 поэтому блин мусор забыла пластик выбросить дурин да ну ладно и чуть не как-то попрохладнее что ли не такая жара не знаю в общем пока гуляем стороны убирают с этой стороны убирают чтобы все было красиво и чисто и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Даже не думала, что столько народу там идет покупать Вообще все цветы покупают Я тут снимаю оборудование с себя Перчатки сначала гелем обрабатываю, потом уже снимаю И сейчас руки так же Знаете, мне это делать не трудно Времени это не занимает А береженого Бог бережет, правильно? Правильно И теперь уже маску кладем на солнце Ой, затарилась Не на шутку Все то, что я никогда не любила Приобрела, друзья Охренеть! Да, все течет, все меняется И мои приоритеты в том числе Едем домой Сейчас, наверное, за арбузом схожу Какая я лохматая Это трындец какой-то Сегодня взяла с собой тележечку На той неделе я не брала арбузы В воскресенье я хожу за фруктами Ну, все равно в течение недели подкупаю И, в общем, много всего набрала И еле доперла Поэтому А иногда, знаете, стоишь в магазине Это не возьму, потому что не донесу Это не возьму, потому что не донесу А это, чтобы Наверняка Расставила свои цветы Сейчас приду, вам покажу Потому что оставила там Мужа, он пускай варит картошку с этим С цветной капустой А я приду потом Пожарю крылышки, как KFC Кто-то тоже выбросил Цветы Вот такие вот у нас дела Свои маски Иду Модная девчонка Она либо смотрит мой влог Либо своровала А нет, это наши наушники Я думала, она тоже на веревочке несет свою маску Нет, это наушники Все Народа вроде нету В фруктовом магазине Стою я на штоковом магазина Раскладываю свою тележечку Вот, так смешно стало Женщина такая на меня На тележку На меня На тележку Ого, говорит За секунду Какую тележку себе соорудила Я говорю, да Она такая Для пляжа Можно и для пляжа Говорю, но я вот для Для продуктов Она так смешно стала Вот как раз мы Я говорю, очереди нету Вот эти вот все женщины Впереди, которые меня шли Они все шли в этот Фруктовый магазин И она так стала Стоит такая Знаете, я такая Пока мы стоим в очереди Ждем Раскладываю Такая Ее хрым-хрым Она такая Горд Ни хрена себе Говорит За секунду Так у себя тележку Состряпала А я такая Горд Конечно Как вы хотели Это вам не хухры Мухры У меня еще и маска На ленточках Так Делаю сейчас Крылышки Как и все Ну это было Вот так Или вот так Или как-то В общем Замариновала Вчера крылья Маринад У меня здесь Остричный соус Соевый соус Чеснок И специи Для мяса Ой там соседка А я на ней За ней подглядываю Как ее муж За мной Так и я за ней Теперь мы их Обваливаем В муке Когда мы их Обваляли В муке Мы их Промываем В воде И опять Обваливаем В муке И теперь Начинаем Обжаривать На масле Масла Можно побольше Даже не можно А нужно Что-то я мало Нарила Чтобы они Сам жарились Самですね Масла Масла Продолжение следует... Продолжение следует... И мука крупного помола. В общем, с перцем я так ничего и не сделала. Но сейчас хочу запихать в духовку. Вчера у меня времени не было. Сейчас духовка разогревается. Там подруга пишет, она новый продукт нашла в Меркадоне. Вот мы делимся. Друг с другом всегда этим. Новинками, как говорится. Поставлю сейчас разогреваться в духовку и запихаю сердце. Блин, надо было мне это купить, чтобы я не додумалась. Тогда, может быть, завтра купить беренхена. Синенькие, сирененькие. В общем, такие вот. Точно. Все, откладывается на завтра. И можно забацать салат летний. Не знаю, что с этим перцем делать. Вроде бы как заморозить. Так у меня в морозилке столько всего, что туда он просто не влезет. А вот салат можно забахать, ему ничего не будет. Так, надо переворачивать мои крылышки. Говорю мужу, мне одну картошку. Я имела ввиду такую маленькую. Забахал. Потому что это крылышки. Я капусту цветную обожаю. Я картошку-то и не хочу. Ну, как картошку-то, как картошку, смотрите. Вкусняшка какая у нас будет. А это вот, что я купила в фруктовом. Клубника, конечно, можно ее тоже скоро в последний путь отправить. Но я, наверное, в последний путь на компот отправлю. Вот арбуз. Два апельсина. И парагваю. Инжирные финики. В общем, да. Что тут такое? Хотела черешню купить, а вы представляете, она по 10 евро. Он говорит, и этот продавец говорит, вчера было по 4, а сегодня по 10. Я говорю, ну, Леха, не надо по 10 евро, я пойду завтра. Она может быть опять же 4 будет. Да вообще, что за черешня такая? Мы ждем, что она дешеветь начнет. А она вообще еще дороже. Это как так? Ну, вообще, возможно. В общем, осталось без черешни. Ну, ладно. Видно, нет судьбы. Буду клубнику. Есть. Ну, я этот ящичек уточу сегодня. Здесь килограмм. Крылочки уже готовы. В общем, я сегодня купила герань. Две штуки. Одна вот красная, другая розовая. Они там у меня в горшках. Вот этот горшок я тоже купила. Вот. Поэтому будет за балконом вот такая у меня красота. Потом я их пересажу из горшков. И вот будут они там сидеть. Подглядываю. Вообще, тут небольшую ревизию перенесла. Вот этот мой, который был укроп, его отнесла на террасу, туда подальше от всех цветов. Ну, чтобы вдруг там он вообще какой-то никакой. Вот. Этот вроде, смотрите, там что-то растет, что-то живет. В общем, вот такая вот у меня. Вот эти сюда поставила калы. Они необыкновенно красивыми становятся. Думаю, может, вот эти тоже обрезать. Что-то они какие-то вроде бы как... Непонятно. Непонятно с ними вообще, что происходит. Да. Что-то какие-то вялые, непонятно. В общем, непонятно, ничего непонятно. Да, что ты кричишь, что ты кричишь. Тебе нравится вот эта птичка или не нравится? Я что-то вот никак не пойму. Я помню, когда вот это вот от него такая белая штука была. Плавник, не знаю чей. Он его жрал, а это что-то не знаю для клюва. Нормально, ненормально. Ой, вот смотрю телевизоры и... И завидую. Завтрашнего дня многие могут сходить на пляж. Кроме нас. Знаете, как обидно жить в километре от пляжа и не можем туда пойти. Ну ладно, недельку еще переживем. Вот эти два лепестка, они выглядят довольно-таки живыми. Положила вот в воду. Я могла бы это все выбросить, как бы эту орхидею. Но я, вы знаете, я человек такой упертый. Я вот если что-то делаю, то я это делаю до конца. Какой бы результат ни был, как бы, знаете, но до конца. Я хочу посмотреть, что будет, как говорится, в конце, когда я все это закончу. Вот. Поэтому я никогда не бросаю дела на полпути. Только из-за того, что мне интересно, а что же будет в конце. Что будет, когда я закончу какое-то дело. Какое-то вот... И потом, еще, мне очень жалко мое время, мои силы, если я что-то не доделаю. То есть, пола работы-то будет сделана. То есть, это как получается, я работала, работала, потом взяла все и бросила. Нет. Поэтому я всегда все делаю до конца. И я берусь за такие дела, которые более-менее мне будут удачны. В которых я, в общем, уверена, что результат будет. Вот. Поэтому, вот с орхидемией я, конечно, не уверена, будет ли результат. Но мне интересно до конца. Хотя подруга Танька говорит, привози мне, я там типа это... Их реаминирую. А я такая задумала, знаете, значит, она может их реанимунировать. А я что, не могу? Я тоже могу. И вот буду пытаться. Вот, допустим, вот этот цветок, да. Но можно было бы уже сто раз другое купить. Новый, красивый. Нет. Я его буду холить, лелеять. И вот не поливать. Потому что у меня проблема заливания цветов. Но он у меня будет расти. Будет. Причем это связано со всеми. Вы знаете, когда открывала свою парикмахерскую, даже муж не верил в мое, ну, что у меня будет какая-то там парикмахерская, или еще что-то будет. Значит, он думал, что это для меня... Знаете, как... Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Вот так вот он думал, что типа это мое хобби, поиграюсь и забуду. Вот. Поэтому некоторые там думают, что он мне помог открыть парикмахерскую, или там что-то. Нифига. Он даже не верил, что у меня что-то получится. Я сама все искала. Я сама брала кредит на свою парикмахерскую. Сама его выплачивала. Сама искала клиентов. Вы знаете, я даже разносила вот эти вот листовки по всей этой деревне. В каждую дверь я поразносила эти листовки. Но это неэффективно было, потому что у меня, по-моему, ни одного клиента не пришло, который бы сказал, ой, я увидела объявление. Нифига. Мои клиенты набрались только вот из... Как изо рта в рот, или как это? Изо рта в рот, да? По слухам, в общем, по рекомендациям. Вот. И вот он тоже смеялся, типа, ой, ну, поиграет. Он, наверное, плохо меня знал, потому что если я за что-то возьмусь, то обязательно это будет... Было трудно, конечно. Были дни, когда вообще думала, чем... Ну, как... Хотя тоже я открыла парикмахерскую, зная, что я за нее могу заплатить, даже если у меня будет очень мало клиентов. Вот. Ну, все наладилось. Есть любимая работа, вот, которая создана своими руками, своим силам, без всякой какой-либо помощи. Нет, помощь, конечно, была. Они мне... Ну, он и его сын мне сделали ремонт, например, там... Ну, как опять они сделали ремонт? Проводки провели, окрасила, шпаклевала. Я все сама. Ну, естественно, с помощью мужа. Ну, а это у нас семья, можно сказать, да? Вот. Поэтому, как бы, я считаю, что я ее сама сделала. Это мое детище. Это моя, как говорится... Вот. Что-то вот достигла, да? Там, своими трудами. Пускай там не миллионы я какие-то зарабатываю, я на них и не рассчитывала. Это 100%. Это была... Моя парикмахерская для меня, это мое хобби, моя работа, мое любимое дело, так же, как и Ютуб, да? Да, у меня тоже они огромных денег не приносят, но, тем не менее, я каждый день стараюсь снимать влоги, стараюсь их делать интересными, там, знаете, чтобы вот как-то смотрю других блогеров, чтобы вот как-то идти в ногу со временем, узнавать, что людям интересно, что нет. Ну, естественно, свои интересы, это превыше всего. Потому что, если что-то вам не интересно, то это сразу будет всем остальным видно, и что у вас через, как говорится, через одно место будет все делаться. Это не будет удовольствия приносить ни вам, ни тем, для кого вы все это делаете. Вот. Поэтому все, что я делаю, я делаю с удовольствием, а также хочу увидеть результат, что там в конце тоннеля. Вот. Посмотрите, например, вот этот цветок я тоже могла бы выбросить, когда он у меня начал погибать, и увидать. А вон какой, смотрите, видите, вымахал, опять вырос, стоял. А этот, в прошлом году, тоже могла бы его выбросить, и все, нет же, я его срезала, посадила в землю, как говорится, холила, лелеяла, и вот, пожалуйста, скоро, может быть, будут у меня калы красивые, они у меня темно-фиолетового цвета. Поэтому, поэтому, да, немного о себе. Вот с этими не знаю, что делать, может быть, ну, вроде бы, как там, новые растут, и все. И орхидея также. Вот буду ее холить, лелеять. А вдруг, вот она у меня возьмет и процветет. Тут я сейчас тоже, у меня, сейчас покажу еще. Сшила, наконец-то, мужу маску. Я ему синюю здесь сшила. Смотрите, он же мальчик. Вот. Ему понравилось. Так что, тоже будет с такой, удобной, кстати, вот эта форма. Очень удобная. можно в продажу поставлять. В общем, вот. Я купила еще одну орхидею. Эту я очень хорошо посмотрела. Видите, у нее все там зашибись. Нету никаких всего-то всего. Корни, все нормально. цена 14 евро. Но она хотя бы хорошая. Конечно, это стоило 6. Но, блин, она такая вот. А это у меня по цвету подходит под стены. И тут, смотрите, вот эти вот корни хорошие тоже. А тут, видите, все высыхает. может быть, ее это, как это сказать-то, очухается. Это вот так вот, симпатичная такая, как бы ее поставить-то. в общем, вот моя радость. Буду ухаживать. Вы знаете, мне никогда не нравилась ни герань, ни орхидеи, но пришли к геране и орхидеи. Купила вот такое вот еще специальное ободобрение для орхидей. Буду добавлять. Вот это вот у меня до обычных цветов удобрения. Я сейчас добавляю. Ну, вот эти еще месяц. У меня вот тут три бутылки. Одну бутылку добавляю удобрения, а в другие не добавляю. То есть, вот у меня получается через раз поливаю удобрением и через раз нет. Потом пересажу, может быть, завтра, послезавтра, когда там уже сюда земли насыплю нормальной и пересажу мои эти. Мне знаете, чем мне нравится герань, что вот у нее много листьев такие сухие вот и цветы некрасиво. Буду убирать, отдирать. Много разных бутонов будет цвести долго. И здесь вот у меня красиво смотрится балкон с улицы. Все в цветах. Смотрите, как вот это выросло. Видите, как вниз пошло. Прям стеной. Классно. В общем, да, и это прям такая классная. Калы. Если еще зацветут, вообще будет шикардос. Вот так вот. И чучий тут мой голосистый салаги. Ему ванну поставил, он, не знаю, он, по-моему, сегодня не купался, не хочет. Воду каждый день меняю, потому что он там туда в нее придет. Ну вот, рассказала вам, что почем купила. Вот так вот цветочки. У меня прям глаза разбежались, все хотела. Ну, конечно, надо с головой дружить. Пришла на кухню клубнички поесть на ужин. Устала? Немного такая усталость хорошая. Это может быть парагуай есть? Не, надо клубнику, а то она уже в последний путь собирается. И не будем провожать ее в последний путь, лучше отправим ее в желудок. Поэтому отличный поход получился. Отдельное видео засняла, выпустила уже. Кто не смотрел предыдущее видео, смотрите. И пишите комментарии, нравится вам или не нравится. Вот, а я пошла монтировать два видео. Два. и в общем всего самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok